всем привет друзья и продолжение обзоров на коляске от компании sweet baby сегодня вам расскажу о прогулочной колясочки с надувными колесами кстати с очень классной амортизации анти-шок спереди стоит на колесиках в общем ходовая часть тут прям отлично вот коляска называется suburban компа то эйр я подглядываю название длинная вот и самое интересное в этой коляске друзья это ее стоимость она небольшая очень небольшая после обзора по ссылке на первую коляску будет ссылочка в описании пройдите посмотрите после обзора она я бы не сказал что как-то круто дорого сделано но она сделана четко на свои деньги каждый вложенный в нее в цену имею ввиду рубль здесь оправдан и даже больше мне кажется вы получаете вот чем платите в этом соотношении цена-качество вполне себе отличная вообще-то итальянский бренд если не знаете двух словах технические характеристики назову вам гарантию производитель дает 6 месяцев на нее вес колясочки друзья это внедорожная коляска смелая могу такой назвать он весит 12 6 до 12 6 килограмма она нелегкая но зато вы спокойно и зимой и по плохим дорогам спокойно будете ездить и горе не знать здесь наклон спинки регулируется она 110 175 градусов это я покажу с трех месяцев можно ее эксплуатировать 60 сантиметров колесная база то есть вы в любой лифт заедите с этим ограничений у вас не будет и как заявляет производитель вес ребенка она выдерживает 15 килограмм но на самом деле когда ребенок уже весит 15 килограмм тогда коляска уже в принципе не нужно поэтому вполне себе достаточно 15 килограмм вот начнем изучать ее сверху вниз начнем с ручки друзья ручка здесь не регулируется никаким образом не по наклону не по вылету вот как есть что здесь сразу бросается в глаза это то что ручка ничем не обито ручка просто пластиковые друзья вот да она никогда не испортится не потрескается ничего но по ощущениям вот за пластик держаться но такое но на самом деле вспоминаем сколько она стоит и можно и это простить принципе норм терпимо вот еще что мне не нравится она плоская ручка а вот говорю как есть правду потому что вы должны это знать друзья к ручке есть вопросы но вот во всем остальном что мы дальше будем смотреть принципе все окей что касается материалов материалы такие я знаю прекрасно очень много брендов делает коляски с такой тканью ткань очень износостойкая прочная не продуваемая хорошо отталкивает влагу поэтому то ткань здесь принципе не стыдно хороший материал козырек друзья вы видите здесь очень большой здесь куча секций еще дополнительная вот снизу падает прям практически до бампера вот это средняя она на замочке можно ее собственно закрыть также есть смотровое окошечко можно посмотреть здесь москитность с такой сеточкой все прикрыто вот и крышечка держится на липучке вот что касается регулировки козырька здесь что мне нравится он очень тихий механизм я имею ввиду регулировки и ребенка пугать щелканье всякими не будет сразу же вот поставил сюда в комплектацию входящую накидочку на ножке накидка тут друзья просто какая-то я не знаю на видите с каким большим бортом она полностью закрывает нам ребенка и даже если сильный ветер ему дуть там точно не будет она крепится у нас в четырех местах здесь на резиночках вот и она сама еще дополнительно пристегивается здесь на замочке матрасику который идет тоже соответственно в комплекте и это здорово потому что не будет поддувать ребенку вообще ниоткуда потому что все на замке и нет никаких щелей откуда бы собственно задувала накидочка очень толстая друзья и защищает от непогоды очень хорошо можно даже вот так вот это все дело открывать если надо будет вот как мы видим да и собственно доступ воздуха ребенку организовать и она вот в нахлёст вот так вот полностью общем к накидке тут 0 претензий сделано накидка по взрослому все как полагается так что касается спинки давайте сразу спиночку посмотрим задняя стеночка у нас здесь с кармашком таким вот на знали пучки и сразу же взглянем на стеночку которая у нас закрывает ребеночка в лежачем положении здесь видите нет на скидке сбоку она крепится на липучках но если вы захотите полностью открыть ее здесь нужно будет воспользоваться и открыть замочек она на замочке пристегивается любят они здесь замки использовать вот собственно то о чем я говорил здесь нет никакой моски тачки вот регулировать регулируется здесь все не ремешками что очень любят люди просто поднимаем и за рычажок опускаем вот как раз 175 градусов это очень приличный наклон практически ровная поверхность и ребенок с трех месяцев нормально правильно будет располагаться в общем вот такая вот интересная конструкция я вот не припомню на самом деле чтобы кто-то делал замочки снизу но вот видите эта компания пошла таким путем сейчас я одену замочек обратно все теперь ребенку ниоткуда не дует все внахлёст закрывается так давайте посмотрим на сиденье и я говорил вам про 110 по моему градусов не ошибаюсь до 110 градусов это у нас ребеночек хорошо почти капитанская посадка нету 90 градусов но ничего этого вполне достаточно чтобы ребенок сидел как на стуле не завален сильно назад что касается безопасности классика пятиточные ремни мягкие накладочки по кругу есть с этим все хорошо так сейчас я открою бампер бампер здесь как калиточка не откидывается вот видите не как он догнется можно принципе посадить ну не знаю не очень это удобно удобнее когда как калиточка откинули его в сторону и он вам никак не мешает соответственно что сейчас уже редкость у нас вот такая перемычка есть сейчас это уже на самом деле в колясках очень редко встречается поэтому можно это отнести как плюс у из ребеночка не пристегнули он здесь будет нормально безопасно находиться и не проскользнет ну подножка естественно кстати она здесь регулируется необычным путем на липучки подставочку отодвигаем где нужно останавливаем и таким образом регулируется нижняя часть резиновая здесь ступенька пластика поэтому там протирать чистить в принципе окей на бампере здесь использована эко кожа вот жаль что они сэкономили не сделали вот здесь эко кожу на ручке я бы конечно хотел здесь видеть эко кожу вот собственно что касается сидения вот этот матрасик он идет в комплекте его можно если что снять видите тоже полноценное сидение все окей но я бы оставил матрасик колясочка чуть помягче у нас благодаря этому так смотрите что касается шоссе друзья здесь есть амортизация у нас на всех четырех колесах спереди есть амортизация и антишок антишок это когда колеса при столкновении с каким препятствием они загибаются внутрь чтобы ребенка сильно не не толкала поэтому вот эта система очень хорошо что есть она на самом деле не во всех колясках есть много здесь просто амортизация но антишок это прикольная тема колеса все друзья надувные вот и это нам как раз таки дает в совокупности с хорошей амортизации с антишоком и резиновые именно надувные камерные колеса очень дает нам такую хорошую дорогую походку коляске назовем ее так по брусчатке везде она хорошо тихо приятно едет потому что это все хорошо глотает в кочке амортизацию поговорили друзья что касается тормоза давайте посмотрим тормоз самый правильный мы нажимаем здесь тормоз ставим здесь же сверху толкаем не почкаем обувь не корябаем ее все делается сверху и тормозим и снимаем с тормоза из того что мне нравится нормальный большой багажник очень глубокий с нормальным доступом снизу в багажнике вшитый пласть пластины пластиковые пластины чтобы он не провисал общем принципе все сделано добротно в конце ролика пройдите посмотрите стоимость реально цена у нее очень хорошая для такой коляски то что здесь на ручке нету собственно никакой обивки да и фиг с ним потому что здесь все остальное принципе норм за такие деньги все хорошо так друзья давайте теперь посмотрим как она складывается чтобы сложить нам нужно будет с вами бампер опустить в транспортное положение так называемая это не регулировка бампера просто транспортное положение он опускается вниз и все после чего у нас тут на ручке есть кнопочка и еще большая кнопка сначала маленькую потом большую и вот так вот толкаем вперед я здесь я правильно отрегулировал так сработал фиксатор опускаем бампер вот собственно вот так у нас она друзья выглядит в сложенном виде она не маленькая естественно никаких ручных кладей но у трапа в самолете у вас ее вот вот такую возьмут поэтому в принципе можно с ней даже куда-то полететь если это будет нужно вот таким движением открываем ставим собственно и все так что друзья если ищете вы хорошую всесезонную вседорожную смело могу назвать коляску за мало денег не у всех есть достаточно суммы денег на хотелки но вот это максимально выгодный каждый рубль стоимости этой коляски поэтому рекомендую на не обратить внимание как показывает практика в принципе хорошо ходят эти коляски у них очень мало гарантийных обращений в принципе при должном уходе хорошо себя показывает этот бренд поэтому по цене качеству как говорится смело рекомендую ссылочка напоминаю внизу в описании есть но у вас если вопросы еще остались задавайте я на них в комментариях отвечу ссылка внизу проходите можете заказать день день вам привезет first buggy магазин но вам хочу пожелать сделать хороший грамотный выбор колясочки для вашего ребенка и удачи на дорогах